Валерий Анкадышев увлекается туризмом. Более 10 лет обошел всю Самарскую область, путешествовал по Южному Уралу и Кавказу. Сейчас живет неподалеку от небольшого лесного массива и никогда не упускает возможности выйти на пробежку или прогулку. С опасностями, которые подстерегают человека на природе, знаком не понаслышке. Необходимо постоянно быть на чеку. Клещ может осесть даже на даче. Часто он попадает на человека с высокой травы, по ней не стоит лазить, ходить, ребенка не отпускать, животное, чтобы было под присмотром. Только за прошлый год от клещей в Самарской области пострадали более 7200 человек. Уже в этом году зарегистрировали 126 обращений. В этом году за истекшие три месяца исследовано уже 91 экземпляр клещей. Положительными оказались на клещевой энцефалит 12 образцов. Защита от клещей – важные условия для спокойного и беззаботного отдыха в лесу, парках и скверах, считают сами самарцы. В кеда хожу, в стенах хожу. Если туда пойду, еще другие гиваю. Я стараюсь оградить себя от клещей, я знаю, что они болезни. Понятно, что когда приходишь из леса, надо осмотреть себя. Нет ли где-нибудь клеща. Если клещ обнаружен. В интернете всегда можно посмотреть, как его можно извлечь. Помимо правильной экипировки, защититься от клещей можно при помощи специальных средств. Если все же избежать укуса клещей не удалось, следует обратиться в медицинские учреждения области. Изначально при обнаружении присасывания клеща человек должен обязательно обратиться в лечебное учреждение или по месту жительства, или по месту нахождения. Для того, чтобы этого клеща профессионально сняли, и профессионально человек должен быть осмотрен врачом. Клеща обязательно затем нужно отнести в лабораторию для анализа на инфекции. С августа прошлого года анализ стал платным. Услуга обойдется жителям региона в общей сложности примерно в 1300 рублей. Прием в лаборатории осуществляется с понедельника по пятницу с 9 до 16.30, но с 1 мая лаборатория начнет работать и по субботам. Светлана Кудрявцева, Ирина Балясникова, Григорий Плешаков, Николай Сидоров. События.